Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. Продолжаем разговор о домашней консервации. Конечно, успех домашней консервации очень зависит от рецепта, от свежести овощей, от чистоты на кухне и так далее. Я вот рассказывал о том, что в принципе можно не стерилизовать банки, потому что с точки зрения микробиологии количество микробиков, которые есть на внутренней поверхности банки после мытья ее содой или мылом, хозяйственным, ничтожно по сравнению с тем, что мы туда закладываем вместе с овощами, фруктами или зеленью, или специями. А сегодня я вам расскажу о том, какую специю можно класть и нужно класть в овощные консервы. Это и лечо, это и салаты, это и огурцы, и томаты. Ну, конечно, специи всегда это дело вкуса. Кто-то что-то не переносит категорически, но то, конечно, ему этот совет не подойдет. А кому-то очень сильно нравится. Так вот, специя, которая очень хорошо защищает ваши консервации от порчи, от того, что они повзрываются, что там какие-то дрожжи начнут разводиться, это гвоздика. Гвоздика содержит в своем составе такое химическое вещество, как эфгенол. И эфгенол обладает очень сильным, даже в маленьких разведениях, в низких разведениях, сильным дезинфицирующим действием. Подавляет развитие тех самых организмов, которые в том числе вызывают, и порчу консервов. Какое количество минимальное гвоздики, которое необходимо добавлять в консервы? Чтобы вот это было не просто вкусоароматической добавкой, а чтобы это было именно консервирующее свойство, консервирующее действие. Вот надо добавлять не менее пяти бутончиков гвоздики на один литр объема консервы. Будь то огурцы, будь то томаты. Ну, с томатами гвоздика сочетается прекрасно. С огурцами больше укроп, чеснок, ну, как говорится, дело вкуса, но привыкнуть тоже можно. Как бы, ну, салаты всевозможные, закаточные, лечо прекрасно с гвоздикой сочетаются. Вот на трехлитровую банку там томатов, например, закатанных, вы 15 гвоздичек туда забрасываете. Ну, да, когда вы откроете эту консерву, она будет отчетливо пахнуть гвоздикой, и будет вкус гвоздики. Но если он вам нравится, то вы, напротив, почувствуете особую любовь и особое рвение к этой консервации. Нельзя сказать, что это будет передозировка, что там будет только гвоздика, и кроме гвоздики ничего вы чувствовать не будете. Но зато вы будете уверены в том, что никакие вредные организмы, даже самые вредные, даже самые опасные, не разведутся в вашей консерве. Так что, если вы большой любитель гвоздики, я уверен, что этот совет для вас точно так же замечательно подходит, как и для меня. Тем более, что гвоздика весьма полезна для нашего здоровья. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.